И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. И вот и в Бресте, в Белоруссии, наступила все-таки зима, вступила в свои права. Ну, давно я уроков не снимал, да, уже, наверное, неделю. Ну, тут слеты, конкурс. Многие пишут, что Олег, сделай отдельный канал для конкурсов, то есть не всем нравится. Понимаете, конкурс делается как бы для всех. Людям интересно посмотреть на канале. Конкурсы я делаю, во-первых, для развития канала. Но, если кто-то, ну, кому-то не интересен конкурс, пожалуйста, научитесь ходить по папкам. Дядя Олежа специально для вас сделал папки в папках. Папки даже поделил по темам. То есть есть папка по окраске машины, есть по полировке, есть по кузовным работам, есть по ремонту пластиковых бамперов. То есть все это есть, все в отдельных папочках, очень удобно смотреть. Понимаете? Ну, а кто уж очень жаждет последний урок посмотреть, в последних добавленных посмотрите. Я специально конкурсные видео выложил все разом. И сейчас каждое мое видео уже будет идти после конкурса, его тоже будет легко смотреть. Конкурс останется сзади. Люди, которые хотят посмотреть конкурс, пожалуйста, можете дальше просмотреть и увидите. Конкурс также стоит в отдельной папочке тоже. И первый конкурс, и второй. Все по папочкам, все как у людей. Научитесь просто пользоваться плейлистами. В каждом плейлисте, вот допустим, по окраске в плейлисте, да, все про окраску. По бамперам, все по бамперам. По кузовным работам, все по кузовным работам. Папка оборудования и материалы. В ней рассказано, какие вам на первое время нужны материалы. Что нужно в гараже, то есть отопление. Какие сварочные аппараты выбрать. Какое оборудование вам нужно. Влагоотделители. Все, все это есть в папке оборудования и материалы. Так что не надо меня ругать. Дядя Олежа беспокоится за вас. И все сделал для вас удобно. Открылась у нас уже. Турагентство выложил я и программу с конечным результатом и стоимостью всей программы. То есть может еще что-то добавим в программу. Но цена уже добавляться не будет. Будут еще конкурсы, кроме они не вошли в программку. Конкурсы будут. Будет много чего интересного. И тур уже можно заказывать. Как заказать тур? Вот на эту кнопочку нажимаете. Окошко желтенькое. И переходите на тот урок, где я показываю, как самому заказать тур. Что для этого нужно сделать. То есть там все понятно. Даже тому, кто не дружит с компьютером, там все понятно. То есть я все кнопочки показал, куда что нажимать. Все снимал с экрана. Ну, как бы вот так. Торопитесь, места ограничены. Людей уже больше сотни насобиралось. Так что торопитесь. Забивайте места, которые пока подешевле. Ну, как бы вот это все. Всех жду. На слете будет очень интересно. То есть это будет полноценный отдых. И детям, и женам будет здесь очень интересно. И народ собирается весь, как бы адекватный. Люди едут с семьями. Большая часть, 80% едут с семьями, с женами, с детьми. Так что и для детишек здесь организуются игры и все остальное. Детям тоже будет не скучно. Так что приезжайте, буду вас ждать. Ну, а сейчас с утра, как всегда с утра. Олегдот. Ну, представим, берлога. Зима холодно, проснулись мешани. Ну, и один мешутка говорит. Попа, покажи кукольный театр. Медведь достает два человеческих черепа. Один на руку одевает, второй. Ну, и диалог такой. Петрович, да, Палыч. А здесь медведи есть в лесу? Да какие тут нахрен медведи? Такая нигда, да? Ну ладно. А сегодня я расскажу вам, как определить стоимость вашего труда, то есть вашей работы, затраченных ваших сил. Ну это как бы все будет образно и поверхностно, но я думаю, сам смысл вы ухватите. Ну и так, заставка. Пошла! Понятно уже, сегодняшняя тема пойдет о том, как оценить стоимость своей работы, да? Ну, во-первых, стоимость работы берется не столько, сколько бы вы хотели, да? Ну то есть, и отталкивается она все-таки от тех расценок, которые в среднем идут в городе, то есть в вашем районе. То есть, если, ну давайте привяжемся, допустим, сто единиц, да? Не важно каких это. Вот, допустим, элемент у вас стоит 100 единиц покрасить. Что входит в эту стоимость? В эту стоимость входит, например, вам человек принес запчасть, да? Пусть это новая запчасть, допустим, и она в транспортном грунте, который вы должны смыть, смывать транспортный грунт обязательно, если он идет на меловой основе. Я не знаю, вот из чего он делается, ну транспортный обычно, он легко тряпочкой вот так вот с водой потрешь, тряпочка черная, он отмывается. Бывают запчасти, даже турецкие бывают запчасти, вот чем они мне и нравятся, недавно мы с Толиком, что-то у нас было на какую-то машину. Они покрыты эпоксидным грунтом, то есть это уже хорошо, такой грунт смывать не надо, и определить его легко, эпоксидный это грунт или нет. Эпоксидный грунт, он бывает и черный, и серый, и белый, если он не смывается, да, растворителем, тряпочка не меняет цвет, ну тряпочка не становится под цвет грунта, и он такой немножко жестковатый, его тереть тяжело. То есть такой грунт достаточно просто замыть восьмисоточкой, да, и можете перегрунтовать, а можете прямо на него красить. Ну обычно лучше, конечно, загрунтовать наполняющим грунтом, убрать какие-то косячки, там царапинки мелкие и красить. Такая работа, допустим, стоит 100 единиц. Подготовка и покраска, это входит в цену покраски элемента. Там уже смотрим, если две каких-нибудь небольших ямочки, их тоже, как бонус, мы цену не меняем. Ну если маленьких, то две ямочки. Если же запчасть имеет какие-нибудь загнутые углы, загнутые углы, какие-то большие длинные царапины, то есть над этим элементом будет производиться работа, на которую затратится какое-то ваше время, то есть в цену добавляется вот эта еще работа. Как определить вот эту работу, я и расскажу чуть позже. Хотя вот насчет того, что, да, как вы хотите оценить свой труд, да, цены какие-то есть, какие-то рамки есть. Допустим, вот бабушка клюкву продает, да, на рынке, вот, за 100 единиц, да, да, это очень дорого. Это очень дорого, как бы, казалось бы, да. Да? Вот бабушка сидит с ведром, у нее есть ведро клюквы. Но попробуйте вы сами собрать ведро клюквы, да, полазите на болоте, я не знаю, кто собирал, кто нет, это по одной, по три ягодки там, ну, правда, на кочке. Вот на этом болоте. Пособирайте вы ведро клюквы, я посмотрю, будет ли для вас эти 100 единиц за ведром много. Я бы лично из-за 500 не продал. Я вот сколько раз клюкву не собирал, я никогда не продавал ее, потому что это очень тяжелый труд. Ну, вернемся к теме. Например, вот, как бы у вас стоит 100 единиц, да, покрасить элемент. На предприятиях это, конечно, проще, на станциях там есть свой прайсик, то есть, сколько на какой элемент уходит затраченного времени. То есть, и уже по часам отработанных считается сумма. Тут же, как мы поступаем, допустим, вот человек приехал, да, ну, что вы за день можете сделать? Покрасить крыло, допустим, да, допустим, крыло вы с подготовочкой, ну, кто за сутки делает, смотря какое у вас оборудование. Если вы под икашкой сушите, то вы его можете сделать и за день. Ну, вот, допустим, давайте ограничимся, чтобы в день вы зарабатывали, допустим, ну, вы же знаете примерно, сколько вы зарабатываете, да, в день вы зарабатываете, допустим, 100 единиц, да? Давайте от этого отталкиваться. Это при нормальной работе, то есть, вы подготовили, загрунтовали, покрасили, ничего не исправляли. Вы начинаете исправлять крыло, смотрите, допустим, у вас загнут угол, там еще царапина, вы его шпаклюете, да, зашпаклевали вы крыло и потратили на это полдня своего времени. Ну, не то, что вы курили, вы действительно полдня им занимались. Пусть вы день им занимались, ну, в среднем, посчитайте, что непосредственной работой, жарко от печки, непосредственной работой вы занимались полдня. Ну, то есть, и считайте, если вы бы покрасили крыло за 100 единиц, а тут за день, да, а тут еще полдня потратили, значит, что? Значит, в ремонт крыла входит 50 процентов, да? То есть, 150 единиц будет стоить ремонт с покраской такого крыла. Если же вы потратили на ремонт этого крыла больше, допустим, день или полтора, да, и, соответственно, крыло должно стоить, по логике, да, 200 единиц или 250. Но само крыло, если посудить, само крыло стоит, ну, допустим, у нас вот 50 единиц, 70 единиц, да? И подумайте, выгодно ли человеку ремонтировать это крыло? Нет, не выгодно, потому что оно выходит дороже, чем он возьмет новое, да, и сделает его. Ну, и просто возьмет новое крыло, допустим, за 50 единиц и за 100 покрасит его у вас. Вот. Тут такая вот палка на двух концах, да? Получается, что вам, вам, ремонт, вернее, клиенту ремонт такой не выгоден. Ему выгоднее купить новое крыло. То есть, и, получается, вам будет проще, если человек вам заплатит 100 единиц и предоставит вам новое крыло. Значит, делаем вывод какой? Такое крыло, с которым много возник, надо менять. Да, сделать его можно, но затраченное время не окупится. Значит, крыло просто меняем. Есть такие варианты, что вот человек приходит, вот, менять негде, купить негде. Надо делать, да, варить, что-то там, извращаться над ним. Смотрите, сколько вы потратите время, уже говорите свою цену. Ну, и тут тоже человеку надо уступать. Если вы понимаете, что крыло действительно не достать, а не человек экономит время. Здесь уже, как бы, вы можете максимальную цену выставить по стоимость ремонта. По максимальной стоимости крыла. То есть, крыло, допустим, 70 факсов стоит, ну, 70 единиц, да. То есть, вот эту планку не надо завышать. Либо не связывайтесь с этой работой, скажите, я не буду делать, да. Либо уже делайте за эти деньги, но не надо ломить выше. Просто вы себя поставите так, ну, в нехорошее положение. То есть, и зачастую люди, которым вот так вот извращаешься, делаешь, не оценивают этого. Они не видят, что вы делаете, понимаете. И уже начинают кочевряжиться. Что там не так, что там не так, искать. На чем сыграть, чтобы сбить цену. Ну, то есть, в дальнейшем, как бы, все просто. Дальше так и считаю. Вот пришла к вам машина, у вас 4 элемента, допустим, да. На каждый элемент вы тратите, допустим, день своего времени, да. Ну, здесь вы, как бы, делаете по ходу. То есть, 4 элемента у вас. И, как бы, цена у вас 100 единиц за 1 элемент. Вот, как бы, вы и отталкиваетесь от этого. То есть, работа будет стоить 400 единиц. Ну, там, допустим, вот дверка, да, одна замята. Посчитайте. Если, ну, у вас уйдет время, там, на эту дверку, ну, пусть вы день потратите, да. Но 4 эти элемента вы сделаете за 2 дня. То есть, то можно где-то немножко скинуть цену. То есть, за 4 элемента так и берете. Но один элемент вы не учитываете, его ремонт. То есть, вы его сделали, машину сделали за 2 дня, заработали 400 единиц. Что в 2 раза превышает ваш минимальный заработок. То есть, это нормально. И человек будет доволен, и вам хорошо. Ну, и еще такой вот немаловажный момент. Такие элементы, как капот, да, багажник у кого большой, и крыша. Такие элементы имеют, конечно, вот на капоте это 2 двери, да. То есть, 2 элемента. То есть, капот, естественно, будет стоить уже не 100 единиц, а, ну, и не 200, конечно, а 150 единиц. То есть, в 1,5 раза больше. Крыша тоже 150-200 единиц. На крышу очень нужно аккуратно делать, это лицевой элемент, да. Имеет он большую площадь, так что также добавляет 200 единиц или там чуть больше. То есть, ну, а кузовной ремонт уже сами, вот, допустим, вытяжка, рихтовка. Тут вы уже смотрите по времени, сколько вы займете, отталкиваясь от тех же 100 единиц, да. Ну, тоже, если смотрите, что уже сильно много выходит по цене, можете и скостить. Если посмотрите, что да, действительно, ну, вы можете немного уступить цене, уступайте. То есть, это нормальное явление, не надо рвать все деньги, все деньги вы не заработаете. А человеку, если вы ему уступите в цене, ему будет приятно, и он вернется к вам. То есть, вытяжка, ну, сколько вот вы лонжерон тянете, да, ну, потратите его на вытяжку лонжерона, пусть я по максимуму говорю, день, да. Ну, вот возьмите с него 100 единиц, а не так, как берут на станции, там, по 200, по 300, да. То есть, вы потратили день, вас это не напрягло, возьмите с него 100 единиц. То есть, ну, за день можно, как бы, вот мы с Толиком сколько, ну, 25-40 минут где-то мы потратили вместе с подготовкой на вытяжку двух лонжеронов вот этой пятерки. Как бы, как ее, да, вот у соседа, красную пятерку, если вы видели, легенда автопрома-то. То есть, за 40 минут мы вытянули два лонжерона. То есть, ну, вот такая бы работа составила чисто за вытяжку 200 единиц, да, то есть по лонжерону за день. Никогда не старайтесь быстро сделать и удивить клиента, как вы быстро сделали машину, да. Да, допустим, вот дверку вы, хоп, вечером отдали вам, утром вы ее отдали, покрасили, ночью не спали, да. Человеку пофигу, что вы ночью не спали, он этого не видел. Не видел, как вы мучились над ней, да. Он скажет, что так быстро, блин, настолько денег. Сделайте дверь, отложите ее, пусть она у вас пару дней полежит в гараже. Потом позвоните ему, типа, чтобы человек видел, что вы над ней потрудились, понимаете. Машину вот вы сделали, приготовили. Да, получилось у вас быстро. Отдохните пару дней. Человек вам позвонит, скажите, нет, еще не готово. Отдохните пару дней, чтобы человек видел, что вы сделали. Ну, еще маленький секретик. Чем дольше человек ждет машину, тем он с большей радостью ее заберет, да, и уже он на косяки не будет обращать внимания. Он будет рад, что ему ее отдали. То есть, ну, с косяками не надо делать, я, конечно, не призываю. Но если вы быстро сделаете машину, человека, это, ну, натура у человека такая. Он будет думать, за что я деньги отдаю? Человек так быстро сделал машину и заработал такие деньги. Вот есть анекдот хороший про это. Слесарь, да, приходит к профессору, меняет унитаз. Ну, чики-пуки, час проходит, слесарь поменял, короче, унитаз, все, новый унитаз у профессора стоит. Он говорит, ну, сколько с меня? Сто баксов. Профессор, ты, ты че? Я профессор, член академии, лондонской там премии. И, блин, я столько не получаю за час. Слесарь ему говорит, ну, тут ничего странного. Я, когда был профессором, тоже столько не зарабатывал. Вот, как бы, понимаете, цените свой труд. Ну, то есть, неважно, сколько вы зарабатываете, вы берете деньги за свою работу. Вот и все. Ну, и еще раз, многие путают, вот, элемент, да, сделать элемент 100 единиц. Еще раз говорю, в эту цену в основном входит покраска. То есть, вы подготовили и покрасили. Если крыло имеет какие-то вмятины, царапины, которые вы будете делать и которые займут время, цена добавляется. То есть, уже в зависимости, как вот вы определите, как я сказал. Ну, а с долгостроями здесь совсем другая история. В долгострое вляпаетесь вы по-любому. Чем хорош долгострой, да? Это большой объем работы. Это большой объем работы. И когда вам пригоняют такую машину, вы рады до небес. То есть, вы знаете, если вы ее сделаете быстренько, вы заработаете где-то месячный свой, а то и двухмесячный доход. Но, тут-то и начинаются вот эти вот геморрои. Когда вы пока делаете эту машину, вы где-то запоздали, где-то другая машина пришла на очередь. Вы эту вытолкали, начинаете делать другую. Эту опять откладываете, потом снова начинаете делать. Надо настроиться на нее. Опять что-то не получается. Опять другая машина пришла. Отодвинули. Снова пригоняете. Опять же надо настроиться на нее. В оконцовке такие долгострои, они себя не окупают. То есть, силы и время потраченные на такие машины не окупаются. Казалось бы, эта сумма сразу большая, да? Но, то есть, в процессе работы вы много теряете. Такая машина мешает дальнейшей вашей работе. То есть, если у вас уже идет поток, она вам постоянно мешает. В данном случае, вот у нас столиком аути-100. Вот такой же геморрой. Но аудюхой мы, наверное, с завтрашнего дня уже все-таки займемся. Попробуем ускориться. Немножко больше сделать, хотя бы под грунт. Пока морозы. Народ не сильно шевелится. То есть, время у нас на нее еще есть доделать. То есть, это я буду снимать и показывать в следующих уроках. Ну, как бы вот это основное по ценам, как бы чтобы отталкиваться. Многие говорят, вот знаете, приезжает клиент, говорит, а что так дорого? Такого клиента не надо. Брать, если он уже пляшет, да? Никогда не навязывайтесь клиенту. Всегда делайте так, чтобы клиент упрашивал вас, а не вы клиента. То есть, не нравится все гулять. Просто, если вы возьмете такого клиента, который уже изначально начинает что-то носом вертеть, когда вы будете сдавать машину, даже если вы о цене договоритесь, когда вы будете сдавать машину, он вам вынесет весь мост. Понимаете, весь. Он закажет ямку будет, закажет, что это, ну дай бог, что вы без косяков будете делать. Но даже если вы сделаете без косяков, он найдет все равно. Найдет до чего, до колодца. Но, как бы, такие клиенты не нужны, я говорю сразу. Нервов вы потратите больше, чем заработаете. Конечно, там не все так строго, и предприятие у вас, может быть, не на самом предприятии. Вы работаете, да, это все-таки ваше дело. Конечно, если там какой-то пенсионер, ну, что-то там помочь, да, можно чисто по-человечески, конечно, и скинуть цену, и делать такую машину, если лето там на улице, попутно. То есть и пенсионер будет счастлив, у вас на душе будет легко, чтобы вы помогли человеку, да. Ну, попутно как бы сделали. Это, ну, тут можно, конечно, скинуть цену или войти в положение кого-то, можно. Ну, всегда знайте, доброта тоже наказуемая в этом деле, если вы, ну, не альтруист, вот как деда Олежа, блин, полгорода бесплатно переделать. Ну, ладно. Дело в том, что вот, если, понимаете, вы идете человеку на уступок, человек не поймет этого, не оценит этого. Ну, не каждый, не каждый поправлюсь. То есть даже за то, что вот вы ему уступили, да, он уже подумает, ой, вы какой-то мягковатый, сейчас я его еще наклобучу. То есть здесь надо быть строгим. Единственное, что вот к тем людям, которые действительно, ты видишь, вот, ну, человек, либо инвалид какой-то, либо еще что-то, ну, денег нету, то есть, да, такому человеку можно уступить немножко. За работу, не знаю, вот, кто как берет деньги, да, предоплату на материалы нужно брать, это обязательно, это не зазорно. Можете взять полсуммы за ремонт, это тоже не зазорно. Всю сумму брать не стоит. Ну, если вы видите, что человек какой-то неадекватный, он вам не заплатит, то подготовив машину к покраске, сделав ту работу на 50%, вы можете ему предъявить, показать машину, что вот, осталось покрасить и вторую половину денег у него взять. Потому что если человек вам будет говорить, что, типа, вот, отдам там через два дня, да, или завтра привезу, сегодня денежек нет, не отдавайте такому человеку машину. Этот человек сразу крутит мозги. Если ты ехал, если ты откладывал на ремонт, у тебя должны быть деньги. Это не шарашкина контора какая-то, да, телевизор тоже же не приходишь покупать, а не говоришь, завтра деньги принесут. Если он вам сказал завтра, это значит, он никогда вам не отдаст. Во-первых, вы отдадите ему машину, человек решил свою проблему, да, его проблема машину уже не заботит. А ваша проблема, что он вам еще должен, ему насрать очень глубоко, если честно. Так что будьте немножко построже, не отдавайте машину, или заберите документы, машину отдайте. Или ничего не такое. Потому что такие варианты есть, и такие варианты часто, когда начинаешь только работать, да. То есть цените свой труд, уважайте его. Все-таки вы свои руки не на помойке нашли, да. И будьте строже, особенно к таким людям. Надо делать уступки, но надо делать тем людям уступки, которые вам по душе. Или это постоянный ваш клиент. Ну, либо дедушке какому-нибудь, да, там, либо инвалиду, ну, как-то так. Ну, в принципе-то вот и все. Основной параметр, я думаю, как оценить свою работу, вы поняли. Ничего тут такого сложного. Просто не дешевите, но и не ломите цены. Ну, и выполняйте свою работу качественно, чтобы клиент возвращался к вам, возвращался к вам с другой уже поломкой, приводил своих друзей. Вот, в принципе-то и все на сегодня. Ну, и, конечно, подписывайтесь на слет. Вот еще раз вам дам ссылочку. Нажмите на нее, и вы увидите, как заказать тур, путевочку на тур и попасть к нам в Брест. Отдохнуть и посетить слет гаражных мастеров. Ну, а на, посошок, как всегда. Анекдот. Жена мужу. Милый, тебе же я иду в магазин. Тебе вкусненькое что-нибудь купить. Да, купи. Только смотри, там гололед на улице. Не разбей. Ха-ха. Вот такой анекдот. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Следующее видео не заставит себя долго ждать. Завтра мы загоним. Ау, дюху на ремонт. Начнем, наверное, со сварки. Закончим, вернее, сварку. Ну, крышу будем выводить, шпаклевать. Ну, и все дела, что там надо. Будем готовить ее к покраске. Если, дай бог, хватит сил, то будем делать быстро. Ну, и, как обычно, всем здоровичка, крепкого, сибирского. Здоровье главное. Добра и бабла. Основное. До новых встреч.